Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и регулярный новостной выпуск от No Mercy Radio. За его поддержку благодарю Олега и Алекса Труша с Бусти. Алекс, давно не виделись, надо это исправлять. Недавно выпустивший новый альбом Post Human Next Gen, Bring the Horizon дропнули новый технологичный клип на свой бодренький emo-pop-punk трючок с него. Песня называется «Топ-10 статуи, которые плакали кровью». В клипе летающие мотоциклы, танцы, махачи на световых мечах, кислородно-дыхательные трубочки, как в фильме «Дюна». Вот что сказал нам в интервью об этом клипе сам Оли Сайкс. Видео погружается в мир постчеловека и продолжает исследование того, что значит быть человеком в эпоху, когда технологии могут изменить саму нашу природу и дает внимательным фанатам больше знаний для погружения и обсуждение в их стремлении раскрыть все постчеловеческие знания. Ну, спасибо за пояснение. У меня есть две новости. Хорошая и хорошая не для всех. Хорошая — это то, что фестиваль Parklife возвращается. Теперь он будет называться «Яндекс.Парклайф» и пройдет с 6 по 8 сентября. Среди хедлайнеров заявлены Плэсиба, Дай Амфуд и рэпер Тайга. Билеты уже продаются. Примерно 7 тысяч рублей будет стоить абонемент на 3 дня и примерно 3 600 на один день. А новость, хорошая не для всех, заключается в том, что проходить он будет в казахстанской Астане. Кстати, интересно, будут ли пускать по билетам старого, несостоявшегося Parklife'а? Кто поедет? Не успели мы отойти от прошлого мегаэпичного клипа Ронни Радки и «Fold and Reverse», как он выпустил следующий на трек под названием «All My Life» с видным деятелем современного кантри на фите. Это уже какой-то вестерн с перестрелками, танцами, салунами, игрой в карты. Сам трек по сравнению с предыдущим тоже максимально лайтовенький и позитивный. Ронни Радки показывает, что умеет делать разную музыку. Непонятно, чего ждать от него дальше, но в этом и есть прелесть. Песня же продолжает прогрев к альбому «Popular Monster», релиз которого назначен на 16 августа. Ветераны калифорнийского поп-панка «The Offspring» Вы только вдумайтесь, группа играет с 1984 года. Выпустили сингл «Make it all right». По музыке и гармонии песня больше похожа на блинков середины 2000-х, это какой-то «All the small thing», нежели на «Sonic the Offspring», которые в те годы были более металльненько-рифовыми. Но песня приятная, 11 октября должен выйти новый альбом. Он будет называться «Supercharger», состоять из 10 треков и иметь вот такую обложку. Ну а «Make it all right» — соответственно, первый сингл с него. Рубрика в поддержку пока еще чуть менее известных, но не менее достойных команд. Новая группа «Утро», в которой Борис Петров из «Плаксы» и «Анемии» раньше значился как вокалист на фите, приняла решение, что теперь он полноценный участник. И уже в этом статусе они выпустили новый трек под названием «Убегать». Песня приятная, вообще я всегда рад поддержать этот московско-питерский тандем. Это тот случай, когда два хороших парня и музыканта занимаются творчеством в чистом виде и делают это с душой, и это чувствуется. Борис, Саша, увидимся на Мефесте. Отправляемся в эстонский Таллинн, где нью-метал, рэп-кор, метал-кор, джент. Группа «Ана Рошанти» выпустила неплохой клип на свой новый трек «Fast Forward». Ребята не просто исполняют музыку, они создают эмоциональные катастрофы. Текст в треке частично на английском, частично на русском. Он психологический и социальный. Что касается музыки, тяжелые рифочки, разбавленные электронными пульсациями, хорошие читки в куплетах и распевные вокалы в припевах. Все по лучшим альтернативным канонам. Приятная группка. А теперь переносимся в Хабаровск, где новый трек выпустили, как они сами себя называют. Отцы российского пост-турбо-рока и скуф-металла «Спать немодно». Новая песня называется «Спортсмен» и она о тернистом пути к мечте, силе воли и усидчивости. Если хочешь носить размер XXL, то тебе поможет инструкция от ребят. В ностальгической рубрике с отгадыванием сегодня фрагмент старенького клипа на трек горячо любимой мной курско-московской эмо-группы, с которой мы много раз играли и снова встретимся в августе. Кто вспомнил и узнал, ребят, увидимся в комментариях. Ну что, отвлечемся от музыки, тут вообще-то лето наступило, как оно проходит у вас? Какие виды летнего времяпрепровождения вы практикуете? У меня пока были только прогулки по парку и легкие пикнички в виде ужина у Сколковского прудика. Хочу поплавать на сапе, а еще во фрисби бы поиграл. Короче, видимо, нужно мутить на умерсе пикник, что думаете? Ну а пока я с вами прощаюсь, напишите, как вам сегодняшний выпуск, о каких новостях стоило бы рассказать в следующем. Буду благодарен поддержкой, лайком, теплым словом в комментариях и копеечкой, у кого есть такая возможность. Всем маршак, всех обнимаю и до новых встреч. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok